Уважаемые граждане России, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации. Согласно 84-й статье Конституции России, президент ежегодно обращается с посланием к Федеральному Собранию. В послании он должен сообщить о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Послание является основой для определения стратегических целей и приоритетов развития России. В этот раз президент Путин пренебрег своей конституционной обязанностью. Он отказался обращаться с посланием к Федеральному Собранию. Мы уверены, что причина проста, ему нечего вам сказать. И даже новогодняя речь не содержала в себе ничего нового. Все это мы уже слышали, и эти слова не близки ни нам, ни нашим избирателям. Страна увязла в тяжелой агрессивной войне, стала мировым изгоем и попала в экономическую блокаду. Другие страны теперь боятся нас, как обычные люди боятся буйного соседа. Итоги года неутешительны, а президент Путин не любит негатив. Если ради личного рейтинга нужно пренебречь конституционной обязанностью, он это сделает. Поэтому к Федеральному Собранию обращаемся мы, депутаты, законно избранные гражданами. Предлагаем вам четыре простых и понятных направления внешней и внутренней политики России. Первое. Мы уверены, что войну с Украиной нужно как можно скорее прекратить. Это важно для будущего нашей страны. Каждый новый день войны все сильнее разрушает Россию. Все больше наших сограждан гибнет в бессмысленной войне со страной, которая никогда не представляла для нас угрозы. Уничтожается авторитет и будущее России. Эта война не только материальная, но и моральная катастрофа для нашего общества. Мы должны взять на себя ответственность за боль и разрушение, которые произошли по прихоти Владимира Путина. Другого пути нет. Второе. Для преодоления последствий войны важно осудить военные преступления и тех, кто их совершил. Найдите в себе смелость начать процесс определения лиц, отдавших преступные приказы. Предайте их суду за совершенные преступления. Оправдываться тем, что США тоже так делали, недостойно России. Военные преступники должны быть осуждены и наказаны. Другого пути нет. Третье. Дайте возможность начаться демократизации нашей страны. Сейчас у граждан России нет возможности влиять на власть. Нет даже возможности просто открыто говорить то, что они думают. Уничтожены все базовые механизмы демократического государства. И именно это сделало войну возможной. Чтобы развиваться, чтобы жить, людям необходимы политические свободы. И чем дольше наше общество остается скованным цепями репрессий, фальсификаций, манипуляций, тем тяжелее будут последствия. Мы рискуем окунуться в хаос и в гражданскую войну. И результатом будет только обнищание и озлобление. Нам необходимы свобода слова, свобода собраний, независимые суды, отказ от цензуры в СМИ, освобождение политзаключенных. Должна начаться демократизация. Другого выхода нет. 2022 год вскрыл чудовищное неравенство. В нашей богатой стране люди готовы идти на смерть. Ради выплаты кредитов, ради получения гробовых денег и белой лады. При этом основная тяжесть войны и мобилизации ложится на регионы. Путин построил сверхцентрализованную державу. Годами проводил политику уничтожения культурного и национального многообразия страны. Такой подход не приводит к развитию. Молодежь из регионов стремится в Москву и Петербург, а регионы стремительно пустеют. Это представляет для нашей страны гораздо большую опасность, чем расширение НАПР. Нам нужна децентрализация культурная, административная и экономическая. Другого пути нет. Предлагаем Федеральному собранию взять эти четыре направления за основу для определения стратегических целей и приоритетов развития России. Другого пути нет. Субтитры создавал DimaTorzok